Вот она, родимая Московская Красная площадь. Сейчас, конечно, проходит мероприятие, посвященное параду Победы 7 ноября, когда прямо с Красной площади войска уходили на фронт, для того, чтобы стоять в столице нашей Родины, Москву. Тут много военной техники. Я вам частично ее показал, насколько мог. И вот сейчас мы смотрим, видим танк Т-34, дальше там маленькие танки гусеничные, Т-26, Т-40, всякая военная техника, полуторки, ЗИС-5, артиллерийские вооружения, зенитные установки. Всего здесь очень много. Значит, можно посмотреть. Есть даже самолет ПО-2, который выставлен не как действующая модель, не как стилизация, а прямо самолет, который летал, который, конечно, отреставрирован, восстановлен. И можно на него посмотреть, полюбоваться и поудивляться, как все-таки тяжело было нашим воинам отстояли победу у коварного врага, который был, и у них были и стрепители, и мистершмитты, и наши девчонки, так называемые, которых называли войну ночные ведьмы, они все-таки служили и летали на этом самолете, как бы тяжело не было. Вот. Вон кабина открытая у самолета ПО-2. Здесь мотоциклист попутно, значит, вот он на Урале. Вот. Вот он, ЗИС-5 знаменитый. Дальше там бронемашины стоят. Вот. Они сделаны на базе ГАЗ-АА. Такая, такая, так называемая М-ка. Вот. А это установка для того, чтобы перетягивать с места на место, перемещать артиллерийские вооружения. И вот она, знаменитая М-очка черная. Сейчас я вам покажу. Не все, наверное, ведь ее вообще видели и представляют только на картинках. Вот он. Это с удлиненной базой машина. Вообще это сделано на базе Форда американского. Значит, ее наши конструкторы переделали перед войной. И стала она, была адаптирована под наше производство. И ее выпускала наша промышленность. Вот. Там вон дальше я вам могу показать опаленный как бы кузов. Видите? У полуторки так называемой. Вот. Видите, вон такое у него дерево, как бы обгоревшее, опаленное. Вот. И у него, у кабины, она вверху как бы такая широкая, а внизу чуть-чуть она закругленная. Вот он, так называемая полуторка КАЗ-АА. Вот. Самая популярная машина Великой Отечественной войны. А это, вон, ЗИС-5. Это уже более мощная техника по сравнению с полуторкой. Вот он, ЗИС-5. Вот. У него тоннажность была, если полуторка была, почему полуторка ее называли? Полторы тонны она всего брала груза. А ЗИС-5 уже три тонны брал груза. Поэтому и он мог перевезти больше груза, подвезти снарядов, привезти бойцов на подмогу нашим силам. Вот. А теперь я вперед пройду. Это исторический музей на Красной площади. Вот. И покажу вам артиллерийскую. Тоже, тоже здесь, видите, везде гуляние. Везде люди смотрят технику. Видите, вот Урал наш, российский, советский. Вот. А это МЛ-20. 150-миллиметровая пушка образца 1937 года. Гаубица-пушка. В период Второй мировой войны. Такой пушкой все гаубицы в основном созданы для того, чтобы разрушать очень хорошо защищенные объекты. Вот. А вот он, знаменитый ПО-2. Видите? Ну, люди облюбили весь этот самолет. Видите, он конструктивно очень прост. Это конструкция знаменитого конструктора Поликарпова, который умер в 1944 году. Вот. Вообще он создавался как учебный самолет. Он сначала шел как в серию У-2, но в связи с тем, что как бы Поликаров умер, еще не дожив до окончания войны, его в честь этого создателя, конструктора, назвали ПО. Поликарпов. Но конструкция настолько примитивная и проста. Нет, не хрупкая, а проста, что у него даже ни одной гидравлической части нет. Здесь все на тросиках. Это как авиамодель. Она вся на тросиках. Руль высоты. Он только управляется с кабины пилота и поднимается вверх-вниз. Это руль высоты. Дальше направление движения самолета, для того, чтобы он вправо-влево летел, вот этот вот так называемый келевой хвост. А для того, чтобы он просто прямо летя, поворачивал вправо-влево, просто крен давал. Вон те вон рули высоты. Вон они. Понятно, но им же тоже нужно где-то... Они управляются из кабины тоже тросиками. Все управляется только тросиками. У меня то есть не было? А там... Да, там как бы маленький такой штурвал. Вот. И этот самолет еще ценен тем, что его невозможно было просто опустить в штопор. И вот даже в штопор, когда инструктора его опускали, и когда бросаешь рукоятку, он сам выравнивался и сам начинал выправляться, сам подниматься. Вот такая конструкция гениальная была этого самолета. А летали на нем в основном женщины. Их называли... А, как мне сказал, да. Их называли ночными ведьмами. Почему? Потому что они летали, ночью вылетали, брали запас бомб. Вот, значит, впереди сидел пелет, во втором сидении сидел, где вот этот выем, сидела женщина. И она занималась бомбами. А бомба, она просто их бросала? Да, она просто их бросала. Вот и ребята спрашивают, так, летит бомб-бомб. Нет, нет, она просто их брала и бросала. А ручную, да? Да, брала, сбрасывала, поджигала их, брала и сбрасывала. Вот. А он летел очень низко. И почему их установки не могли заметить? Очень низко. Вот. Фактически как современный летательный аппарат, который огибает рельеф местности, как крылатая ракета. Вот в то время. Ну, вот такой вот самолет Фо-2. Вот так вот. Вот немножко рассказал, что сам помнил, знал. Вот. Но выставка, конечно, меня вот этой вот технике впечатлила. Вот. Народу очень много. Видите, сколько людей. Вот. Видите? И пропеллер у него двухлопастной. Видите? Всего две лопасти у пропеллера. И, видите, вот. Вон пропеллер двухлопастной. А это самолет тоже начало Великой Отечественной войны. Это И-16. Это первый металлический самолет того времени. Вот как раз его испытывал и летал на нем Чкалов. На этом самолете. У него был очень мощный мотор, который для того времени, для того времени, значит, этот самолет развивал скорость 300 км в час. Вот. Так что это первый цельнометаллический самолет Советского Союза. Вот. Но у него тоже двухлопастной, видите, пропеллер. Вот. Шасси, видите, у него резиновое, не надувное. Просто. А вот это у него для того, чтобы регулировать поток воздуха, охлаждение двигателя. Вот. Ну, массовое производство. Он в период Великой Отечественной войны не пошел. Значит, его заменили другими видами самолетов. Видите, написано. Истребитель И-16. Истребитель 16-й в народе получил прозвище Ишка. Это прозвище никак не относилось к свойствам самолета. Он был скоростной и очень маневренный. От себя скажу, что он развивал скорость впервые тогда, как польно-металлический самолет, 300 км в час. А, вот написано, 346 км в час. Да. Создан опытным конструкторским бюро авиаконструктором Николая Поликарпова в Первой мире под точно производимый истребитель-моноплан, собирающимся в поле шасси. Перед войной самый тиражирующий истребитель. На начало выпущено около 6016. Самолет имел преимущественно деревянную конструкцию, фанерную и полотняную обшивку. И-16 основной истребитель ВВС того времени РКК с 1936 года до начала 1942 года. Потом этот самолет, конечно, затмили всякие Як-3, Ла-5, Сушки. Вот, видите, какой этот самолет. Вот, я впервые вижу этот самолет, но очень-очень интересно. Вот. Конечно, характерно для того времени, у него не два передних шасси и на переднее шасси опирается, а он имел подъемную силу, разгоняясь, взлетая именно так. Вот сзади у него маленькое-маленькое поворотное шасси. Вот кабина. Кабина простая, примитивная, насколько это могло выглядеть для того времени совершенным. Но на этом самолете испытанием занимался знаменитый Чкалов. Вот она, рукоятка с гашеткой. И там приборная доска. Тоже все просто, как спортивный самолет Як-18ПМ. И то у него оборудование гораздо лучше и сложнее. Вот. И 16. Самолет Поликарпова. Знаменитый этот самолет Ишка. Ишка, но не в ругательном смысле, а такой его называли пилоты Ишечка. Вот показал вам этот летательный аппарат И-16. Это редкость. И его не всегда увидишь вообще вживую. Но это техника начала войны того времени. Ну давайте я перемещусь опять к этому самолету ПО-2. Знаменитому обучаемому самолету и бомбардировщику. Вот так вот. Ну, сейчас я иду по Красной площади. Здесь выставлено еще артиллерийское вооружение. Вот. И дальше тут вот сцена для проведения мероприятий. Вот. О, какой мощный ствол. Вот. Тут даже, видите, амортизационные, амортизаторы стоят для того, чтобы сглаживать после выстрела, чтобы он удерживался, видимо, на месте. Ну, мощная станина. Мощная. Вот. Даже для нашего времени. Опять эмочка, легковой автомобиль. Это не знаю. Это вот неужели знаменитая сорокапятка, которую прямой наводкой били по танкам. А, это артиллерийское оружие ЗИС-2. 57 миллиметров. А вот такая вот маленькая-маленький такой гусеничный перевозчик перевозил на поле боя вот такие вот пушки. Ну, артиллерийское вооружение. Пушки было сказано где-то неграмотно, потому что пушки были еще при Петре Первом. Вот. При царях. Потом, уже при Советском Союзе, это были уже артиллерийское вооружение. Вот тоже ГАЗ-АА, знаменитая полуторка, которая имела дальнейшее развитие, дальнейшие, значит, разные варианты конструкций. Вот один из вариантов, как бы, кранов для поднятия тяжести. И вот такой был создан автомобиль. Он до сих пор, кстати, сохранился. И у него не была цельнометаллическая крыша. Если посмотреть, крыша-то у него брезентовая. Это брезент здесь. Вот. Так что, вот того времени техника. Дальше. Ну, двухбашенный танк. Двухбашенный. Вот он. Две башни у этого танка. Вот. Вот. Вот на фоне ГУМа проходит такая выставка. Выставка военной техники. Когда шла оборона Москвы. Вот. Здесь еще есть. Вот танк, кстати, Победа с широкими треками. Это Т-34. Знаменитый танк. Это уже последний его. Модификация Т-34-76. Вот. А там я хочу вам пройти и показать, что в то время у нас уже были и производились плавающие танки. На одном. Вот тут девушка. Она изображает регулировщицу. Вот. И в шинели того времени. Так. И где же вот здесь есть танк, у которого... Который плавает. А, вон он. Вон он. Я его нашел. Вот он танк. Это плавающий танк был. Единственный, который выпускался. У него трехлопастной винт. Для того, чтобы он мог перемещаться по воде. Видите? Даже винт вращается. Это плавающий танк. Вот. Вот он тяжелый. Но, естественно, он с небольшой скоростью двигался и плавал. Но факт, что такая техника в то время уже выпускалась. Это танк Т-38. Советский легкий плавающий танк спроектирован под руководством выдающегося конструктора легких танков Николая Александровича Астрова. Годы жизни в 1906-1992 году Богу душу отдал. Сначала он назывался не легким, а малым танком. А потом в этой классификации оказались производства Т-38. И началось в 1936 году в Москве, где он и сменил Т-37А. Плавающий танк. Сделал он на базе полуторки ГАЗ-АА. Ну, здесь опять вновь мотоциклисты на технике на Уралах. Там люлька подготовлена для пулеметного гнезда. Так. А тут у него стоит... Посмотрим, что за артиллерийское оружие. Вот. ЗИС-2. Артиллерийская пушка. Противотанковое орудие. ЗИС-2. Советского противотанкового. 57-мм пушка периода Великой Отечественной войны. Данное оружие разработанное под непосредственным руководством знаменитого отечественного конструктора Василия Гавриловича Крабина. Выпускалась такая пушка с 1900 года по 1980 год. Вот. Именно удачная конструкция 1940 года являлась в момент начала серийной самой мощной противотанковой пушкой в мире. Настолько мощной, что в 1941 году орудие не имело достойных целей, которые она не могла бы поразить. Все цели были поражены. Вот такая вот знаменитая пушка. Артиллерийская. Нельзя назвать пушкой. Это артиллерийское орудие. А пушки это были при царе. Вот. Так. Здесь все механизмы подъема ствола, станина мощная, вот, разворота, поворота, прицели, система прицеливания. Конечно, сам прицел убран. И вот здесь вот заварена часть, в которой можно разместить снаряд и сделать выстрел. А это я вам хочу показать, уважаемые подписчики и гости канала. Это в то время Советский Союз перед войной и войной стал выпускать бронетранспортеры. И бронетранспортер у него была маленькая вот такая ствол-пушка, башня и ствол-пушка. Конечно, она строилась на базе грузового автомобиля, но грузовой автомобиль был в повышенной проходимости. Видите, здесь у этого автомобиля могли одеваться вот эти вот треки, так называемые, импровизированные. Они одевались на резиновые колеса. И в случае, когда, значит, машина, нужно было пройти очень большую грязь, вот эти треки ее очень-очень выручали. Видите, у нее задний фонарь один. Это задний ход и сигнал стоп. Второго даже фонаря параллельно нет. Это в то время была унифицированная военная техника. Здесь перевозили просто людей на объект боя. Вот такая вот, вот такой бронеавтомобиль, бронетранспортер БА-10. Вот. Тут запасное колесо. Здесь для того, чтобы зайти туда. Ну, на то время это был достаточно неплохой бронеавтомобиль по тем временам. Фары, конечно, от автомобиля ГАЗ-АА. От грузового автомобиля. От полуторки. Дальше вот хочу вам показать вот такое вот, такое артиллерийское оружие. И вот смотрите, у него огромные колеса. Вот. Дальше ствол. Не такой, конечно, длинный. Но, значит, станина достаточно мощная. И она не разветвленная станина, а он выкатывался и ставился. Здесь он углублялся в грунт. Вот. А здесь уже стояли артиллеристы и осуществляли выстрелы. Вот. 76 миллиметров полевая пушка. Пушка активно использовалась в русско-японской войне, Первой мировой, гражданской войне в России, в других вооруженных конфликтах с участием стран и бывших Российской империи. Модернизированные варианты трехдюймовки использовали с начала Второй мировой войны. Для стрельбы использовали боеприпасы в виде унитарных патронов. Сначала было принято штрапнель, а затем граната. Гражданские, германские и австрийские солдаты, офицеры прозвали ее русской косой. Зато несколько эффектно выпущенных из пушек образца 1902 года штрапнель выкашивала вражеские ряды. Их очень эффективно. В 1937 году ее закончили выпускать. Вот такое вот артиллерийское вооружение еще времен царизма, но в начале войны выручало нашу страну. И мы смогли ее, наши деды, прадеды и все, кто погиб, смогли ее сохранить. Ну, на этом я заканчиваю обзор, уважаемые подписчики. Там, если дальше пройти, рассматривать, то, значит, это уже там здания и музейные экспонаты. Вот. А вот то, что мы слышим здесь, когда вот я хожу по Красной площади, по этой брусчатке, по которой шагали в то время воины, часть из них не вернулась из боев, полегло на поле боя. Но вот именно шаг солдат издавал такой шум, когда они чеканили свой шаг по брусчатке. Вот это вот как раз и звук этот издается вот из этих динамиков. Вот. Подойду я, хочу вам показать. Вот часть зданий. А это движение уже, звук движения техники. Вот здание, вот здание. Вот. Это показано, как здание, закрывались окна для того, чтобы там сохранить это здание. Видите, внизу как бы, вот здесь показан, видимо, это медицинское оборудование. Так люди брали кровь для того, чтобы помочь нашим воинам. И там даже вон есть книга руководства по перемешиванию крови. В то время уже знали о группе крови, что нельзя перемешивать разные группы крови. Вот. И вот вверху мы смотрим, там стилизованные доски. Вот так вот были заколочены окна. Вот. Это, как бы, показан военный госпиталь. Вот. Да. Хирургическое отделение, палаты, видимо. Вот. Нет, просто не прикасайтесь к стеклу именно. Вот как-то, да, что-то. Вот хирургические инструменты того времени. Видите, и книги того времени. Ценнейшие книги, ценнейшая литература. Вот инструменты госпиталей того времени. Вот это вот, как бы, показан и медицинское обслуживание. Какое было, на каком оно... Ну, не то что примитивном, но в то время даже могли людей выручали, лечили, ставили на ноги кто-то. Вот девушка стоит. Знаменитая берлинская регулировщица. Вот. Вот оно здание. Тоже, видите, импровизировано досками. Вот. От бомбежек. И вот, смотрите, здесь, если мы посмотрим, чему посвящено вот эти вот инсталляции газеты того времени, дальше кинокамеры, фотовеличитель, фотокамеры, которые применяли, снимали в то время. И вот с разными объективами вот эта кинокамера, вся хроника снята вот этой знаменитой вот этой вот камерой, которой нужно было не только еще завести этот механизм, а успевать перемещать объективы для того, чтобы вышли резкие кадры. А это почему посвящено? А, это агитации. Это, наверное, кукрыниксы. Заменитые кукрыниксы, которые занимались агитационными плакатами. Вот. Это как бы здесь инсталляция их помещения, их художественной мастерской, где они изготовляли вот эти агитационные плакаты. Вот. Видите, там вон знаменитый плакат, значит, кукрыниксов. Это когда наш боец в красном цвете и прорвал, значит, видите, как символично Гитлер с острым носом, со своими усиками и чубом разорвал договор о ненападении СССР Германии, и наш боец втыкает ему в лоб, как бы в отместку, свой штык. Вот. Вот так здесь сделана эта инсталляция и украшена. Вот тоже. Это тоже работы, видимо, кукрыниксов. Не утверждаю, но предполагаю. И вон, смотрите, агитация того времени. Окна ТАСС на Кузнецком мосту, Юлия 41-го года. Значит, город Устинов, гражданин Устинов. А вот это вот того времени посуда. Видите, выставочные образцы. Гармонь, патефон, гитара. Видите, тоже культура того времени. И патефон с пластинками. У меня где-то патефон дома стоит. Я его давно-давно, лет, наверное, 15, кто-то выбросил его на мусорку. Мне его так жалко стало. Я его подобрал, принес домой. Но сделать не смог. У меня так и до сих пор он стоит как просто раритет. Вот. Хожу я по Красной площади. То, что вижу, вам показываю. Ну, конечно, бум в своей красе. Вот. Дальше. А вам там здание? Показывают хронику. Это наверняка киевский Бабий Яр, скорее всего. Нет. Нет. Это инженерные заграждения готовят для защиты города Москвы. Столицы нашей Родины Москвы. Вот. Видите, какая музыка звучит. Это наши пилоты хронику показывают. Видите? Это бойцы уходят на фронт. Это наши командиры. Видите? Вот так вот бежали в полном обмунировании и снаряжении наши бойцы. Танки двигались по такому снегу. Если вспомнить то время, в то время были сильные морозы. И видите, сколько много снега. Десантники наши прыгают. Сли-2, по-моему. Вот. Вот выносят раненого. В общем, очень, очень хорошо продумано. И вон, смотрите, здесь, как бы на колоннах, звезда. Звезда, символ нашей армии. Перевернутая звезда и подсвеченная звезда. Вон, видите, тоже наглядная агитация того времени, 41-го года. Это фажин, злейший враг женщин. Это знаменитые, по-моему, эти плакаты знаменитых художников-кукрыниксов. Вот. Вот они, эти плакаты. Ну, плакаты очень хорошо продуманные. Видите, как агитация шла. Честь и слава героям интересной войны. И рассказывалось, портреты рассказывалось о подвиде героя. Сейчас светофоры, а анти-светофоры нет. Пройду дальше. И вот, представляете, я смотрю сейчас на время. Мое видео длится 31 минуту. А вон моя красавица идет ручкой маскет. Вот. Ты посмотрела здесь вот это вот все? Там и докторам посвящено, какие госпиталя были. Потом знаменитые вот эти вот кукрыниксы. Значит, агитация и пропаганда того времени. А это мы вышли... Трактор Сталинец. Да, вот этот трактор Сталинец. Это вот я только дошел до этого. Вот это рупоры. Дель Витам говорил информационную сводку и оповещал людей о победах нашей армии. Вот. Нашей красной армии. Вот. Вот он, танк. И что характерно? У него кабина-то. Посмотрите, форточки все деревянные. И на такой технике люди умудрялись... Видите, дерево. Все дерево. Просто оно обшито тонким железом. Вот. Ну, тут, конечно, мощные такие треки, гусеницы. Это в основном такие Великую Отечественную войну. Такие танки. Сталинеца 65. Они тягали, естественно, артиллерийское вооружение. Вот. Написано, трактор С-65 спроектировали, упустили на Челябинском тракторном заводе. Вся была страна напряжена для того, чтобы помогать фронту. И вот тоже челябинцы выпускали такой мощный танк. Вот. Сталинец был предназначен для работы с прицепами, сельскохозяйственными машинами, а также для приведа стационарных машин. Однако с начала Великой Отечественной войны, в связи с потерями первого периода большинство тракторов было изъято из сельского хозяйства. Использовалось для буксировки орудий большой мощности. Да. Вот здесь даже написано. Сталинец. Сталинец. Вот он. Сталинец. И вот по снегу, по морозу, в такой деревянной кабине, люди управляли ими, двигались. И вот написано, видите, у него впереди Сталинец. ЧТЗ, Челябинский тракторный завод. Сейчас он в советское время был уже Челябинский танковый завод. Вот так его называли. Вот он, фары простые от грузового автомобиля. Конечно, дизельный автомобиль. Вот. Вот. А это? Это. Это на базе тоже грузового автомобиля сделан вот такой вот автобус того времени. Вот. Перевозили. Ну, повышенной проходимости. Вот. То есть, на базе ГАЗ-АА. Это так называемая М-ка. Вот. ГАЗ-АА. Вот. Написано ГАЗ-05-193. Видите, у него, как бы он был повышенной проходимости. И у него сдвоенные сзади колеса для того, чтобы можно было преодолевать какие-то там эти разные бездорожья. А вот тоже с удлиненным кузовом автомобиль тоже, видите, с повышенной проходимости. Вот. Тоже ГАЗ-АА. Советский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости представлял собой реализацию концепции создания шестиколесного автомобиля повышенной проходимости. Вот. И такие автомобили были. Ну, насколько я знаю, их было не так много, очень мало. Вон автомобиль по городу, перевозивший полуторка хлеб. Вот. Дальше. Если посмотреть, значит, здесь немножко повыше кузов сделан. И в то же время тоже автомобиль, видите, там два моста сзади, тоже автомобиль повышенной проходимости. Но здесь передний мост, он не ведущий, а просто поворотные колеса. Это здесь уже шестой. Здесь шестой автомобиль повышенной проходимости. Вот. А сзади двумя мостами. Вот. Вот. Такой. И вот еще хочу показать вам этот экспонат. Значит. Ну, это тоже, видимо, на базе Форда был сделан. Это на ГАЗе МКИ. ГАЗ-415 написано. А в чем суть его? А, для перевозки, значит, людей, потому что там сиденья металлические, они могли подниматься, опускаться, и можно было перевозить бойцов. Вот. Это того времени приборная панель доска, руль. Конечно, все маленькое, узкое. Вот. А автомобиль он выпускался с 1937 по 1941 год. Выпущено 5384 автомобиля. Вот. С появлением в 1936 году на Горьскоавтомобильном заводе лекавтомобиля следующего поколения ГАЗ МКИ началась разработка пикапа на его базе. Вот. Вот это пикап. Это автомобиль с кузовом. Легковой автомобиль с кузовом. Дальше. И вот давайте посмотрим бронетранспортеры. Тоже того времени. Они тоже были выпущены на базе вот этой МКИ. Потому что колесная база одна и та же, сзади колесо. И вот такая вот, как бы металлическая, бронированная, фактически, капсула с пулеметом. Ну, не была она, конечно, проходима автомобилем, значит, но какое-то расстояние живая сила нашей красноармейцы могли преодолеть на поле боя. Или где-то сосредотачиваться и стрелять из-за укрытия. В 35-м году КБ Ижорского завода приступило к разработке нового бронетранспортера на базе легкового ГАЗ-М1. ГАЗ-М1 я вам показывал. Вот на базе такого легкового автомобиля делали такие вот бронетранспортеры. Вот. Фактически вся его ходовая часть это МКИ. И здесь тоже. Но здесь хоть сплошные, видите, колеса, они более выносливые. А здесь колеса, посмотрите, вообще на спицах. Вот. На спицах. Это фактически как на велосипеде. Хотя американская промышленность в 60-е, 70-е годы на Шевроле продолжала выпускать колесные пары со спицами. Вот. Они очень-очень ценились, эти колеса. Но, конечно, не для военного времени. Но такова была конструкция. Что сделаешь? Значит, здесь он оснащен пулеметами. Здесь сверху станина для пулеметов. И тут, видимо, для того, чтобы здесь могли разместиться, значит, водитель и плюс еще эти бойцы. Вот он, значит, мог вести бой и с задней части автомобиля, и с верхней, значит, и в то же время сбивать по летящим целям. Потому что вот эта вот станина как раз для пулемета. Вот он называется, этот автомобиль Д-12. Бронеавтомобиль. Одновременно с лековым Д-8 был построен тяжелый вариант бронеавтомобиля Д-12. Д-12, который оснащался зенитным пулеметом. Ну, вот так вот сегодня на Красной площади. 7 ноября. Тихенько того времени. Вот. И пожелаю вам посмотреть, вдохновиться, удивиться. Потому что я, например, сюда приехал специально для того, чтобы посмотреть всю эту технику того времени. Потому что деды мои, значит, они как раз воевали на такой технике. Т-38. Советский легкий плавающий танк. Спроектированный под руководством выдающегося конструктора танка. Астрова. Плавающий танк. У него сзади даже есть винт для того, чтобы перемещаться по воде. Вот он. Видите винт? Вот и плавающий танк. Вот такие вот танки. А этот танк, у него силовой агрегат сзади. И этот танк, видите, с броней, с пушкой. И у него уже более такие высокие треки. Вот. Т-26. Ну, их уже обзор я делал. Не один. Уже тут прошел много их. Но они тут выставлены и стоят. Вот. А этот танк, танк. Все знают этот танк. Это танк Победы. Т-34-76. Разработки номер 76. Значит, у него удлинял ствол. Значит, и он... Да, Т-34-76 образца 41-го года. Это я не ошибся. Вот. Вон люди воодушевленные. Воодушевленные. Видите, воодушевленные люди. Концертную программу установили. Иностранцы здесь ходят. Рассказывают про все. Видите как? Вот такая вот воодушевленная патриотическая обстановка на Красной площади. Ну, на этом я буду заканчивать свой обзор. Я всю прошел Красную площадь от Исторического музея, от Никольской улицы. Фактически до конца. Видите, до Спасской башни. Сейчас без пяти-три. Через пять минут будут звенеть кремлевские куранты. Звенеть колокола. И подошел я к памятнику Минину и Пожарскому, которые освободили от поляков Москву и Русь. И это самая красивая церковь, храм Василия Блаженного. Не раз я вам его показывал. И вот на этом я заканчиваю. Всем доброго, уважаемые подписчики. Всем здоровья. До свидания.